Здравствуйте, это программа тема дня, с вами Вера Таран. Россиян предлагают сажать за то, что они выгуливают своих питомцев, преимущественно собак, так называемых опасных пород, не по правилам. О том, что это за правило, насколько обоснованы такие меры наказания, предложенные и о многом другом, о братьях наших меньших и отношениях к ним мы сегодня и поговорим. Напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радиочастоте 95 и 5 FM, радио Монте-Карло. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 3190, звоните, задавайте вопросы, делитесь своим мнением. Ну и я представляю вам наших сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях Николай Морозов, Тверской зоозащитник. Да, здравствуйте. Также наш гость Ольга Градова, юрист, член Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России. И Юрий Рыльский, психотерапевт, директор Центра развития личности. Без мнения психотерапевта в нашей сегодняшней истории мы никак обойтись тоже не можем. Ну что же, прежде чем мы поговорим о так называемом инфоповоде, который побудил нас сегодня здесь собраться в очередной раз, потому что программы на тему жестокого обращения с животными мы проводим регулярно. Ольга, вот хотелось бы все-таки спросить, вот какие сейчас на данный момент существуют так называемые правовое регулирование вопросов содержания домашних животных? Вообще, какое оно сейчас на данный момент? Ну, для ответа, наверное, на этот вопрос стоит немножечко залинуть назад такую историческую правовую справку. Вы, значит, до июля этого года, до 25 июля действовал закон Тверской области об отдельных вопросах содержания домашних животных. Закон этот был принят еще в 2015 году. В нормы этого закона очень четко предусматривали обязанность владельцев крупных и средних пород собак осуществлять их выгул только в наморднике и на коротком поводке. Также содержался запрет выгула домашних животных, ну, собак, да, крупных и средних пород лицами, достигшими 14 лет и лицами, находившимися в состоянии алкогольного, наркотического и прочего опьянения. Санкции также были предусмотрены законом Тверской области об административных правонарушениях. Такая была статья, которая в 2018 году утратила силу, где как раз из-за нарушения вот этих требований выгул вне специально отведенных мест без намордника поводка предусматривалось наказание в виде штрафа от 1 до 4 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. К сожалению, у меня нет статистики, какое количество лиц было привлечено к ответственности по указанной статье за период ее действия на территории Тверской области. Может быть, есть такие данные у наших гостей, но, наверное, эти случаи были единичные, если они и были. Сейчас законодательство, именно закон об административных правонарушениях Тверской области содержит норму о обязательных требованиях к безопасному содержанию домашних животных. Это касается выгула несовершеннолетними собак крупных и средних пород, причем перечень пород достаточно большой, там и овчарки, и ротвеллеры, и доберманы, и петбультерьеры, и бультерьеры. Наверное, в связи с изменением федерального законодательства, и эта норма пока еще действующая, претерпит какие-то изменения или будет вовсе отменена. Николай, есть что? Да, вы знаете, я тоже таким любопытством, конечно, прочитал вот эту инициативу общественной организации «Коллективная защита» по поводу привлечения к ответственности. Ну, честно сказать, я думаю, что, конечно, в большей степени это популизм. Со стороны вот данной организации я объясню свою позицию. Просто дело в том, что, во-первых, вводить какую-то дополнительную норму в уголовный кодекс, касаемый именно собак и именно собак опасных пород, ну, наверное, не совсем правильно. Дело в том, что уголовным законодательством предусмотрено причинение умышленное легкого вреда здоровью, средней степени тяжести и тяжкого вреда здоровью. Помимо этого, существует еще причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Проблема в том, что, собственно, собака, она вписывается в состав уже действующих статьи уголовного кодекса, она просто в данном случае является средством или орудием преступления. И выводить все это в отдельный состав, то есть я, честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Я бы, наверное, если уж подводить под собак, да, вот именно нормативную базу, то, наверное, я бы подумал о том, что имеет смысл ввести там причинение легкого и средней степени тяжести вреда здоровью по неосторожности, потому что мы же должны понимать, что в случае, когда собака покусала человека там или ребенка, есть два возможных варианта развития событий. Первый вариант развития событий – это умышленное преступление, когда непосредственно собака натравливается на человека, там следует команда фас взять там и так далее. И второй вариант, когда она сорвалась с поводка, когда хозяин нарушил правила там того же самого выгола, не смог ее удержать, либо она убежала там с его территории и, соответственно, причинила покусы другим людям, причинила какой-то вред. То есть я думаю, что вот эта концепция, ну, как бы она будет, наверное, более правильной. Помимо этого, я не очень понимаю, почему общественная инициатива говорит только о собаках опасных пород. Дело все в том, что список потенциально опасных пород содержит всего 12 пород и их метисы. И там нет немецких овчарок, кавказских овчарок, нет ротвейлеров, нет дуберманов и так далее. А если открыть тот же самый, ну, там, YouTube, да, интернет и забить поиски, то, ну, наверное, очень надо сильно постараться, чтобы найти новость о том, чтобы собака из перечени потенциально опасных пород покусала, собственно, ну, какого-то человека. Потому что это редкость, это и собаки редкость, да, кусают в основном другие собаки. То есть вот, и коллеги, да, я думаю, что сейчас подтвердят эту информацию. Вот недавний случай в 18-м году немецкая овчарка покусала ребенка, да. Вот недавний случай тоже в интернете видео ходят, натравливали ротвейлера непосредственно, да, там, отдыхающий, человека, который подошел, сделал им замечание, что собака там бесконтрольно гуляет. То есть я, честно сказать, ну, не вижу перспективы никакой в этой инициативе. Я думаю, что просто надо дорабатывать то, что есть под действующие реалии. Ну, вот, чтобы люди понимали вообще, что это за инициатива такая, да, напомню, что это лидер общественной организации коллективная защита Марата Манлиев предложил, и вот что он предлагает. Его не устраивают существующие меры наказания, он их предлагает ужесточить. Вот, например, если собака, да, выгуливается без поводка и намордника, он предлагает рассматривать штрафы в размере 200 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком до 6 месяцев в том случае, если собака, вот, опять же, выгуливалась не на огороженной территории без поводка, да, и напала на человека, причинила ему легкий вред здоровью его. За нанесение вреда средней тяжести правозащитник призывает увеличить штраф до 400 тысяч рублей, также с ограничением свободы, но уже вплоть до года, либо в качестве альтернативы применить обязательные работы до 250 часов. Вот в случае смерти пострадавшего от нападения собаки, он предлагает лишать хозяина свободы срок до 5 лет и до 3 лет за нанесение тяжкого вреда здоровью. Вот такие вот инициативы. Но вы уточните, речь идет именно о собаках потенциально опасных пород, то есть они об этом говорят, они не говорят обо всех собаках. Они не говорят обо всех, но вот как мы уже поняли, да, и что вообще к списку вот этих вот собак, так называемых опасных пород, тоже есть вопросы. То есть он вообще как-то вот странно так составлен. Да, этот перечень, он утверждался, утвержден уже, да, правительством Российской Федерации. Изначально в проект перечня входило 69 пород собак. Туда как раз входили зачастую агрессивные породы, там, бультерьеры, ротвейлеры, которые, и овчарки, которые в основном и кусают людей. Но впоследствии месяца упорной работы кинологов, сотрудников МВД, привели к тому, что к финишу дошло до там порядка 12 всего лишь пород собак, которые крайне редко встречаются, их практически нет. Там такие породы, как Акбаш, и какие-то, ну, я вообще впервые такие породы прочитала. Да, я тоже некоторые, да, честно скажу. Вот, поэтому актуальность... Да, все узнали что-то новое. Да, актуальность этой инициативы очень тяжело как-то оценить. Причем, говоря об ответственности именно в отношении вот этих вот особо опасных пород собак, получается, что наоборот круг сужается применение уголовной ответственности. У нас административное законодательство четко указывает в норме, в содержании нормы, что применяется оно только в тех случаях, если совершенные деяния не содержат признаков преступления, предусмотренного уголовным кодексом. Поэтому эта отсылочная норма, она содержится в каждом, да, там, в статье относительно, в том числе, вот, ответственности за вред, причиненные животными, к уголовному кодексу отсылка есть. Вот реальный случай Тверской области, житель города Кашино умышленно натравливал свою собаку с фарширского терьера на женщин, при этом случаи-то были не единичные, в несколько эпизодов установлено, вот он судом был признан виновным, назначено ему наказание в виде шести лет колонии общего режима, и возмещение морального вреда вот этим женщинам, на которых он натравливал в Ромере, стоило 110 тысяч рублей. Мы вернемся обязательно к обсуждению этого вопроса, сейчас уйдем на небольшую рекламу, пожалуйста, не переключайтесь. Ну что ж, мы продолжаем говорить по поводу выгула собак, о том, какие правила для этого существуют. Вот мы сейчас затронули такую тему, да, что был прецедент в Кашинском районе, в самом Кашине, где гражданин натравливал собак именно на женщин, за что он уже, конечно, получил. Ну вот как раз хотелось бы предоставить слово Юрию Рыльскому, который может дать, как специалист, оценку этим действиям, чем же женщины не угодили, гражданин, что за этим вообще может стоять? Вот чем они ему не угодили, это мы можем только узнать, беседовать с этим человеком. Если он натравливает собак или вообще кто-то натравливает собак специально, то те люди, на кого он натравил, в данном случае вот женщины, видимо, для него враги. Вот по какой причине они враги, неизвестно. Может, они с детства для него враги, может, они как-то ему насолили в течение жизни. Это такая компенсация вызванной агрессии. С помощью кого-то я могу отомстить. Это может быть одна из версий, что это может быть так. И всякий способ использовать животное для нападения на кого-то, это, конечно, какая-то реализация внутренней агрессии. Потому что другой в данном случае, либо добыча для этого человека, либо враг, с которым надо расквитаться. Ну, а когда речь будет идти о жестоком обращении с животным, тут немножко еще дополнительные механизмы тоже есть. То есть мы имеем дело с какой-то агрессией, которая не находит адекватных путей какой-то утилизации. То есть можно было бы ее перенаправить как-то, избавиться. В данном случае человек целенаправильно наносит вред окружающим, что-то таким образом доказывает. Или восстанавливает, по его мнению, справедливость. Так и может быть. Мы об этом обязательно сегодня поговорим, потому что жестокое обращение с животными по-прежнему нашей темой. Мы будем ее сегодня обсуждать. Ну вот, возвращаясь к изменениям в федеральном законодательстве, Ольга, что вообще, какие нововведения у нас тут нас ждут? Помимо-то предложенных с 1 января. Ну, это инициатива, да. В 2022 года, да. Но человек уже отправил. Дело в том, что... В Госдуме, да, находится. В Госдуму, Володину, председателю. Поэтому посмотрим, чем это закончится, как будет воспринята эта инициатива. Так, федеральный закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре еще 2018 года. Ряд статей, которые касаются как раз выгулы и содержания домашних животных, они вступают в силу только с начала 2020 года. Этими статьями будет предусмотрена уже обязанность по выгулу собак только на поводке. В не специально отведенных мест выгул вообще запрещен. Намордник уже предусматривается только для особо опасных пород собак. Эти специально отведенные места должны будут утверждать органы местного самоуправления. Я не знаю, какая работа ведется на территории Твери и муниципалитетов Тверской области по определению этих мест выгула. Очень хочется надеяться, что такая работа ведется, потому что в противном случае все владельцы собак окажутся нарушителями федерального... Это 1 января 2020 года. Да, окажутся нарушителями федерального законодательства, поскольку выгул вне специально отведенных для этого мест запрещен. А на придомовых территориях, местах общего пользования, детских площадках, это только для прохода с собакой, но никак не для ее выгула, и только на поводке. Но говорить, что вот этот федеральный закон внес какие-то принципиально новые положения, нельзя, поскольку у нас до сих пор действуют правила содержания собак и кошек в городах, которые были приняты еще в 1981 году. И, в общем-то, федеральное законодательство повторяет нормы, которые там указаны. И, что примечательно, и в этих правилах 1981 года, и в федеральном законе содержатся требования о необходимости убирать за собакой. То есть уже на протяжении более 40 лет, ну, около 40 лет у нас есть такое требование. У нас как-то это не очень было распространено. Да, но оно не распространено. И сейчас, да. И сейчас, да, единичные случаи. Когда ходит кто-то с собочком, да, хозяин, и там собирается. Ну, и в случае прокурса все берется от именно вопроса культуры содержания животных, которые, к сожалению, не сформированы в нашем обществе. То есть, да, по идее, хозяин собаки, он должен понимать, что если ты любишь собаку, если ты завел ее себе, то она не должна мешать окружающим, да, и она не должна каким-то образом, ну, там, пересекать линии жизни, да, там, других людей. И в развитых, да, вот государствах, там, Соединенных Штатах так, в принципе, и есть. И у нас, по большому счету, должно быть так. А у нас люди, к сожалению, выходят с собакой на прогулку. Мы же еще сейчас не рассматриваем вариант, когда собаки грызут друг друга, да. Да, это тоже очень распространенная практика, когда идет ротвейлер, идет там чихуахуа, да, и вот они встретились, да, собственно говоря, для чихуахуа, скорее всего, это будет последняя встреча, да, потому что, ну, вариантов нету никаких. То есть, вопрос сопровождения, контроля собаки, да, это играет очень-очень большую роль. И в том же, в той же инициативе, да, вот, коллективной защиты общественной организации говорится о введении административной ответственности. В этом плане я, вот, наверное, все-таки поддержу, потому что, действительно, в непосредственно самом кодексе административного правонарушения про животных сейчас, на данный момент, нет ничего. Ни про выгул, там, содержание, да, какой-либо ответственности, ни за жестокое обращение, а тем более, что жестокое обращение далеко не всегда, да, ведет к, там, к увечию или гибели животных, да, и люди просто избегают ответственности, да, потому что, ну, нет какой-либо санкции, да, нет какой-либо статьи, там, административного уголовного кодекса, которая наказывала бы их за факт причинения, там, вреда или, там, боли, страдания, но если это не привело к увечию или, там, к гибели животных. Поэтому, конечно, административная ответственность нужна. И вот прозвучал еще вопрос по поводу того, как реализуется федеральный закон. К сожалению, да, вот, да, я кратенько, вот мое личное мнение... Да, конечно, даже не кратенько, потому что не за горами у нас уже будет 1 января 2020 года, что же у нас цвери, так что делать? Честно скажу, что вот мое личное такое мнение, да, ну, складывается это мое субъективное, да, мнение, что работа по федеральному закону 498-го, она просто саботируется региональными властями. Я не говорю конкретно, там, про нашу, про Турцкую область, я говорю в принципе. То есть на данный момент в новостных лентах есть такая новость, что депутаты в законодательном собрании города Санкт-Петербурга подготовили законодательную инициативу о том, чтобы отсрочить вступление в силу положения федерального закона, в части касающихся в том числе вопросов, отдельных вопросов обращения с безнадзорными животными, вопросов содержания животных и так далее, ссылаясь на то, что бюджеты сформированы, что это большие инфраструктурные вложения, что они не успевают, что они не могут и так далее. И сейчас, на самом деле, над всей этой светлой идеей, что, может быть, наконец-то мы все это приведем в порядок, нависла очень серьезная угроза, связанная с тем, что, известно, нет денег, нет возможности, нет желания. А оттягивать вступление в законную силу можно очень долго. То есть на два года потом, еще можно на два года и так далее. Сейчас, в данный момент, у нас в области идут активные дебаты по поводу строительства приюта для бездомных, безнадзорных животных. Потому что работа, конечно, в городе Завалинов, в области происходит фактически массовое убийство животных, там, Конаковский, Ржевский район и так далее. То есть, ну, как будто 498-й федеральный закон, его, собственно говоря, и не принимали. Вот. И, на самом деле, то, что вот я сейчас наблюдаю, только уныние и печаль, вот, к сожалению, как-то так. Ну, у нас, на самом деле, есть такая проблема, у нас, вроде бы, добились, приняли, да, там, какой-то закон, но воссыны не там, по факту. Почему-то все очень сложно работает, либо не работает вообще. Мне хотелось бы немножко все-таки вернуться к площадкам для выгула. Насколько я знаю, что в Заволожском районе рассматривали там территории, которые можно было использовать. Я не знаю, вот, закончилась ли чем-то вот эта история, или воссыны не там, так ничего и не нашли, насколько я знаю. То есть, что вы меня поправьте. Да, вы знаете, наверное, немножко все-таки не зоозащитный профиль, мы не отслеживали эту ситуацию, но давайте сразу определимся, что одна площадка или даже четыре площадки там, да, на все четыре района города, они ровным счетом никаким образом не повлияют и не изменят ситуацию. Там только о Заволожском районе. Ну, тем более, тем более. То есть, я правильно понимаю, жителям Южного надо переехать сейчас, вот, ну, Октябрьский путепровод и поехать за Волгу. Сейчас, конечно, вообще не выбраться за Волгу, да, соответственно, и гулять собак. То есть, на самом деле, это такой очень крупный, и я думаю, что это должен быть какой-то федеральный инфраструктурный проект, и эти площадки, конечно же, должны быть в шаговой доступности, потому что я, вот, у нас недавно акция прошла там в городском саду, да, парад собак, и мы просто видели, какое количество, да, там, любителей собак пришло непосредственно на вот это мероприятие. То есть, собак много, у наших граждан много собак, и это должно быть, ну, в рамках там соседних дворов, да, может быть, еще что-то, какая-то огороженная территория, пускай там 10 на 10, 20 на 30, я не знаю, чтобы это была именно шаговая доступность, да, на уровне каких-то магазинов, да, что ты вот вышел, да, и ты смог погулять с собакой. Есть нормативный документ, он тоже еще каких-то 80-х годов, как приказ такой Минстроя, и там содержатся вот такие отсылочные требования по поводу того, какие это должны быть места для выгула собак. То есть, на самом деле, это же существует уже очень давно, просто ничего не делается ни за этот год, ни за предыдущие годы. Все уже, как говорится, все уже придумали изобретено. Ну, давайте сейчас примем наш телефонный звонок, у нас есть. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот как раз по поводу выгула собак. У меня собака небольшая, я ее выгуливаю в незапрещенных для этого местах, то есть там на школьный двор не вожу, где запрещено и так далее. Но собака ходит в туалет в этих местах, да, то есть на газоны, на травку и так далее. И я где-то прочитала, у меня, собственно, вопрос к юристу, я где-то прочитала, что я не обязана убирать за своей собакой, но если я такой порядочный человек, я взяла в пакетик, все это убрала, я не имею права выбросить это в мусорный контейнер. То есть я должна это принести домой, как-то утилизировать у себя дома. Так ли это? Интересный вопрос. Спасибо. Да, вопрос утилизации на самом деле такой немножечко спорный. А что касается обязанности убирать, то, конечно, она существует. И вот мы уже здесь затрагивали этот вопрос, что существует еще и с 1981 года. И эта обязанность была прописана и в нашем региональном законе, который действовал вот до июля 2019 года. И сейчас эта норма есть и в новом принятом федеральном законе. Поэтому убирать за животными надо, эта обязанность существует. И да, вот это все в пакетик. И по поводу утилизации дальнейшей, я не могу сейчас вас проконсультировать. Ну, я понимаю немножко, о чем говорит, тоже были споры. Да, это была ситуация спорная. Класс биологических отходов, он немножко отличается от твердых бытовых отходов, от бытового какого-то мусора. И вставал, конечно, принципиальный вопрос утилизации. И опять же, да, мы возвращаемся к тому, что по большому счету, да, это должен быть какой-то инфраструктурный проект. И так как в развитии государства отдельные урны существовать, да, для, собственно говоря, утилизации продуктов жизнедеятельности животных. Но опять же, они должны быть доступны, они должны быть в зонах выгула, у нас нет ни доступности, ни зоны выгула, поэтому мы здесь немножко утыкаемся. Я думаю, что насчет урн, это дело вообще очень непонятно вообще какого будущего, потому что мы пока не можем решить вопрос, на самом деле, с площадкой по выгулу. Где это хотя бы можно делать? И вот на самом деле, вот очень интересно, как обстоит дело социализации, потому что если тащить, простите меня, вот этот вот пакетик к себе домой, ну не бред ли, вот у меня другого просто слова нет. Ну конечно, если еще с маленькой собачкой продолжительность прогулки, там 15-20 минут, то большие, крупные, там средний пород собак, они по полтора часа гуляют, им надо это с собой носить. Хорошо, точнее плохо, конечно, это все, но мы с вами продолжаем наш разговор, переходим к очень, на самом деле, такому тяжелому вопросу, потому что, честно говоря, когда вот я вижу в сети всевозможные фотографии, а их очень-очень много, они постоянно попадаются на глаза, особенно если это подписано на соответствующие группы жестокого обращения с животными, да, и вот у нас существует статья 245, которая регулирует, и, скажем так, за счет которой ужесточилось как раз вот это вот отношение к тем, и наказание в отношении тех, кто убивает животных, мучит, калечит, тем не менее, вообще у меня большой вопрос, насколько это работает. Работает вот эта новая, скажем так, статья, это изменение в законодательство, ощутили ли зоозащитники, что оно заработало, либо все, вот сына не там. То что вот у нас, например, буквально чудовищный опять случай произошел в Новосибирске, где девушка-подросток, девушка и подросток, меня вот, конечно, даже вот эта формулировка уже убивает, просто изуродовала кота, который был чужой, и, в общем, она его нашла, и зверски просто его убила, и расчленила, и, будучи живым, то есть животное мучилось, страдало, потом по частям просто вынесло в мусорный бак. Так, самое интересное, то, что до сих пор, я так понимаю, что к меры к ней никакие вообще не приняты, уголовное дело в отношении этой девушки не заведено. Вообще, почему у нас вот опять? Ну, знаете, когда менялась диспозиция статьи 245, да, и поскольку я принимал, ну, такое относительное участие, да, и разговаривал непосредственно с председательным комитетом, коршенинником по этому поводу, она в муках очень рождалась больших, потому что было очень сложно, да, вот как-то объять, необъять, и при этом она принималась в отсутствие, скажем так, основного, да, федерального закона, то есть у нас почему-то все время меняются местами корова и подойник, да, то есть сначала приняли 245-ю статью, потом федеральный закон, да, грубо говоря. Вот сейчас то же самое с этой законодательной инициативой, да, вот если опять возвращаться, то есть мы хотим привлекать к ответственности, но у нас до сих пор нет порядка регистрации собак, единой там федеральной базы, да, вот, то есть, а как, собственно говоря, сотрудникам правоохранительных органов, ну, даже если, ориентир, как доказывать, да, что эта собака относится непосредственно к этому человеку. То есть, понимаете, вот у нас почему-то все время все меняется местами, ну, ладно, не об этом. Нет, у нас все понятно, через какое место, простите меня, все это дело, с этим местом все понятно. Ну, 245-я, да, 245-я, то есть она получилась такая компромиссная, и она позволяет, скажем так, привлекать к уголовной ответственности очевидных живодеров, когда вот есть явный факт, вот она есть собака, вот, вот, все-все-все, да, грубо говоря, понятно. И то она сейчас работает, к сожалению, через раз. То есть, не хватает правоприменительной практики, есть какой-то ступор со стороны сотрудников правоохранительных органов, да, и у нас с четкой периодичностью вот возникают такие ситуации, то есть, например, там, штока обращения в отношении безнадзорных животных, напиши заявление в полицию, и оно там будет лежать, и ничего не будет, никто не будет собирать доказательную базу, и так далее, и тому подобное. В то же время, допустим, да, с котенком, но, опять же, да, это, ну, грубо говоря, мы, да, там, выявили этот факт, мы предоставили доказательную базу, да, от начала до конца, ну, люди получили заслуженное наказание. Опять же, огромное количество, да, вот, инициатив было от зоозащитников, там, начиная от того, что необходимо снизить порог, ну, точнее говоря, возрастной ценз, да, привлечения к уголовной ответственности до 14 лет, потому что среди несовершеннолетних, к сожалению, сейчас распространено, почему-то, я не знаю, с чем связаны тенденции, может быть, просто молодежь такая жестокая стала, есть факты жестокого обращения к животным. До, вообще, изменения диспозиции статьи 245, сейчас принят основной федеральный закон, и, по большому счету, она должна быть приведена в соответствие, потому что, если вот, и Ольга юрист подтвердит, как бы, наверное, мои слова, у нас сейчас по федеральному закону жестоким обращением к животным, в том числе является, например, выбрасывание животного на улицу, и если мы говорим о термине жестокое обращение к животным, у нас предусмотрено только в уголовном кодексе, то, по идее, это должно быть приравнено к уголовно наказуемому деянию, ну, либо, соответственно, это должна быть статья административного кодекса, да, которая точно так же будет наказывать человека за данные факты, а выбрасывание к животным, это, наверное, будет самый распространенный вид жестокого обращения к животным, потому что выбрасываются животные пачками. Я не говорю про личных животных, про приплод и так далее, да, то есть, ну, вот о чем идет речь. И, конечно же, сейчас нужно менять эту 245-ю статью, но, понимаете, вот я еще раз говорю, есть какой-то элемент непонимания, то есть принят закон, вроде должны, да, вот там работать все профильные ведомства, да, работать, а на выходе мы получаем какие-то вот непонятные, ну, такие последствия, то есть, там, список потенциально опасных пород, 12 собак, ну, здорово, отлично, ладно, пускай оставим его в покое, но дальше-то что? Где работа, да, по безнадзорным животным? Где вот разработка плана, концепция, как будто шлятся в игол животных, да, то есть, у нас нет этого ничего. Где приведение в соответствии уголовного законодательства, административного, регионального законодательства? То есть, мы почему-то сейчас этого не получаем. И вот, к сожалению, да, вот 245-я, так же вот сейчас как-то вот она лежит в стороне и вот ждет, а чего ждет, я пока, к сожалению, сказать не могу, то есть вот... Ну, вот Николай очень вот затронул такой момент, да, сакцентировал внимание о том, что среди несовершеннолетних сейчас это стало очень-очень распространено, и очень много таких случаев. Вот как раз вот вопрос к вам, Игорь, почему? Почему? Причем это вот зверство, которое описано, ну, я вот, я вот даже вот не знаю, что должно быть в голове... Не надо, не цитируйте. Чтобы вот это делать, вообще что там внутри? Внутри какая-то большая боль, злость, ярость, может быть. Человек так справляется вот с этой самой агрессией, которая у него там породилась и живет. Не находит другого способа, кроме как выместить на ком-то. Это один из вариантов. Агрессия накапливается, ну, она обязательно накапливается у всех людей. Ну, способы, вот, как с ней справиться, кто-то вот умеет, а кто-то вот так на животных переносит. А почему это распространено? Ну, возможно, соцсети, люди ведь легко, как бы, заражаются чем-то попробовать. Если маленькие дети, например, там, занимаются тем, что отрывают крылышки у каких-то там насекомых, вот они их поймали там годиков три-два, то они еще не понимают, что живут там угольно, у них такой исследовательский, значит, опыт, посмотреть, как оно устроено. То там в 14-15 лет человек уже осознает, что он причиняет зло живому существу. Здесь корни уже в том, в той среде, где он жил, где он находился. В той семье, ведь очень часто такое поведение продиктовано теми обстоятельствами, где он рос. Вот в этой семье, где он, значит, воспитывался, там ценность человека какая? И вот его личная ценность, она может декларироваться, что дети, вот, наше будущее, а вот как с ним реально там поступали, имел ли он там какое-то право голоса, или же хотя бы внимание его как-то там учитывалось или нет, его желание и так далее. И если внутри семьи этого нет, если он там подвергался всякого рода нападениям и не может себя защитить, то способ каким-то образом выместить накопившуюся вот эту злость, это причинить боль тому, кто не может сопротивляться. Это вот так. Такой выход наиболее, скажем так, простой, да, и показать другим, смотрите, какой я, с одной стороны, крутой, а с другой стороны, вот, я могу. Это элементы самоутверждения, может быть. То есть это перенос, значит, агрессия на какого-то другое лицо, которое не в состоянии защититься. Это у взрослых так повсеместно, когда человек получает, накапливает определенный заряд злости, он приходит и вымещает это где-то там в семье, предположим, на ком-то, на близких, так что они не будут реагировать. Это вот один вариант. Но надо, конечно, учитывать, что мы имеем дело вот с этой, если девушкой, тоже там, конечно, будет какая-то экспертиза, надо смотреть, вообще, это здоровый психический человек или нет. Я вот сейчас говорю о таких вымещениях для лица здоровых, да, если человек болен, то там, как бы, эти вопросы уже в другой плоскости лежат. Вот, ну, иногда это может быть желание о себе заявить, такой вот протест своего рода сейчас, я вот вам покажу, вы будете считаться со мной и вообще с теми обстоятельствами, в которых вот я как-то привлечь в себе внимание. Может быть, это такой, значит, механизм. Но в любом случае это проблема с тем, что ребенок или подросток, в нем закладывается способ вот справиться с агрессивным таким вот внутренним напряжением, вот таким неадекватным, собственно говоря, деструктивным способом. Это уже плохо. Ну, скажем так, говорят часто, да, что дети жестокие, подростки, это вообще очень агрессивный возраст, но тем не менее, все-таки, вот терзать несчастных животных будут далеко не все. Все-таки, мне кажется, здесь кроется не только вот в каком-то воспитании, но на самом деле в какой-то нездоровой психике, и пугает то, что в виде таких явлений, с появлением вот этих психическими большими отклонениями детей, подростков становится очень много. Что тоже на это влияет? Ну, мы, конечно, опять же, знаете, тут такой многопрофильный ответ, наверное, будет. Дело в том, что мы рождаемся с определенным набором инстинктов. Они существуют. Когда человек родился, они есть. Один из инстинктов – инстинкт самосохранения. И одна из веточек этого инстинкта, она, собственно говоря, порождает злость на то, что вот рядом с тобой что-то может происходить. Это способ выживать. Поэтому агрессия накапливается внутри каждого человека. Ну, без этого никак. А вот как с ней справиться, вот это уже вопросы среды, в которой человек живет. Здесь, конечно, и мораль будет иметь какое-то значение. Но в большей степени это все-таки среда обитания. Вот обратите внимание, по какому поводу появляется злость, агрессия. Когда большая скучность, и я вот не могу себе пространство получить. Это достаточно для того, чтобы быть слишком злым. Ведь агрессивный вот этот компонент инстинкта самосохранения расселил людей по планете. Я с тобой не уживаюсь, я пойду, а там себе место другое найду. Там мы заселились, я пойду, еще себе место другое найду. И так люди расселились, да? А вот теперь они в большом городе. И куда им идти? Они не могут оттуда выбраться. Они зажаты. И среда информационной города такова, вот посмотрите на сегодняшний момент, что мы все время с чем-то конкурируем. Нам надо успеть. Успеть свой пирожок вкусный, значит, собрать. Успеть, значит, там быть лидером. Успеть куда-то забраться. Успеть что-то купить, потому что ты этого достоин. И тебе надо все время успеть. А если тебе надо успеть, то вокруг тебя точно такие же, которым надо успеть. И кто они для тебя? Кроме соперников, они превращаются еще и в каких-то конкурентов и врагов. Понимаете? Вот эта среда создает постоянное внутреннее напряжение, связанное со злостью, с раздражением, с агрессией. Как из этого выбраться, если этого все больше, больше, больше и больше. А способов с этим справиться, никто толково нигде, так сказать, не демонстрирует. Ну, пишут в книгах и все. Если вы об этом где-то прочитали, это не значит, что вы научились. Поэтому это такой большой момент, связанный уже с нашей культурой, с нашим образом жизни, с нашими ценностями. И, к сожалению, тут как бы все так, что оно и не должно быть меньше пока. Ну, вот я уже неоднократно слышу мнение о том, что все-таки большие города зло. Что человек, по сути дела, не должен жить в такой плотности и во всем вот этом. В плотности, да. Я, наверное, продолжу, да? Да, около. Подростки действительно зачастую просто хотят выделиться каким-то образом из толпы своих сверстников на фоне окружающих. И даже если не говорить именно о фактах жестокого обращения с животными, то есть они лезут делать селфи на высокие здания, они пытаются залезть на сапсан или еще что-то. Это все приводит к каким-то трагическим последствиям. Просто вот каждый реализуется ровно настолько, насколько позволяет ему какой-то внутренний, наверное, свой ступор. Просто вопрос в том, что самореализация за счет слабых, вот это да, наверное, это, конечно, серьезная девиация. И все. Если ты хочешь там полезть куда-то, да, на трубу как-нибудь сфотографироваться, ну, и доказать кому-то, что, пожалуйста, да, но это касается только лично тебя. А здесь, конечно, когда вот там бьют других подростков, да, более слабых или издеваются над животными, конечно... То есть снимают это все, выкладывают. Выкладывают, это тоже определенный у них такой фетиш. Вот мне кажется, очень важный момент о том, что нет морали, вот как раз. Сейчас как-то все свелось, я не знаю, к хайпу, к лайкам, я не знаю, к тому, как тебя оценивают окружающие. Многие вот вылезают очень просто из кишок, начиная с детей, которые пытаются, скажем так или иначе, вот это вот добиться, этого внимания, правильно Николай говорит. Понимаете, здесь какой еще момент, если переводить это действительно все-таки в плоскость животных, у нас все, что связано с животными, слишком просто, понимаете, вот все упрощено. Завести животное очень просто, достаточно прийти на центральный рынок. Выкинуть животное очень просто, поэтому, ну, ты не несешь никакой ответственности за это. Содержать животное очень просто, ты можешь кормить его там помоями, да, грубо говоря, можешь вообще не кормить, да, и тебе тоже за это ничего не будет, об этом никто ничего не узнает, и как бы вот. Понимаете, вот мы разговаривали с ветеринаром, с одним, ну, не здесь, да, за пределами России, и он говорит, что вообще, в принципе, в странах Европы очень сложно, ну, как бы, завести животное, да, взять животное из приюта, да, например, потому что вплоть до того, что специальная комиссия выходит, проверяет условия проживания, твой социальный статус какой-то, да, возможность содержать и так далее. То есть процедура, ну, вот обладание животным, да, получение вот этого животного, да, она очень сложная, то есть к этому приходят люди, которые реально, там, по морально-физическим, по материальным факторам, они могут себе это позволить. А у нас получается так, что я могу взять, могу выкинуть, могу убить, и, собственно говоря, мне за это ничего не будет. Все слишком просто. И я думаю, что дети это тоже перенимают, они видят, что ничего с сложностью никаких не возникает, это можно делать всю штуку. Я тоже хотела бы дополнить эту тему, что, конечно, наведение порядка не должно, вот как у нас, да, с инициативой ужесточить сразу уголовное наказание. Это в первую очередь должно, надо пройти несколько, там, шагов назад и посмотреть на истоки вообще всего этого. И все верно сказано, что сам процесс завездения животного, он не должен быть таким бесконтрольным, что это может сделать любой человек. Все верно. В Америке у меня живет подруга, которая брала маленькую собачку из приюта. К ней пришла комиссия и сказала, что у нее в доме лестница крутая, что собака может повредиться, если она как-то себе нанести вред, если она будет по этой лестнице спускаться. И ей не дали собаку. У меня мой личный случай, мы переезжали, папа у меня военный из Германии, и мне хотелось сразу для своей собаки купить максимум, там, что за границей есть поводки, и ошейники, намордники, и строгий ошейник, чтобы все красиво, у меня была крупная собака. Мне сказали принести паспорт, с какой возраст у собаки, могу ли я купить этот строгий ошейник. Потому что если собака очень маленькая, то, естественно, это запрещено, я не могла его приобрести. Ну, вот такой культуры, конечно, мы еще очень далеки. Вот, мне кажется, от этого все истоки есть всего. Всего. И в том числе и нашего законодательства. У нас еще не уложилось в голове, в психологии ни чиновников, ни большинства людей относиться к этой проблеме серьезно и совершенно по-другому. А не так вот, наотмахнись, вот как у нас сейчас это происходит, поэтому у нас закон вот этот не работает, и выголы у нас не делаются. И, в общем, вот как-то вот к этому относятся еще легкомысленно. По крайней мере, в умах, как бы или не пришли еще те люди, которые будут воспринимать эту проблему, относиться к ней по-другому. Ну, вот возвращаясь ко всевозможным живодерам, хочется как-то немножечко подытожить. Вот, как быть, если столкнулся человек, или ты столкнулся с тем, что ты видишь, да, или догадываешься, например, или видишь воочию, как мучают животные, куда можно обращаться и вообще как действовать в такой ситуации? Слушайте, ну, естественно, конечно, в любом случае это телефон 102 в первую очередь. Да, это, конечно, полиция, говорить о том, что имеет место факт жестокого обращения с животными, да, и, ну, соответственно, давать расширенную информацию. Но я сразу хотел бы оговориться, к сожалению, все факты жестокого обращения с животными должны иметь доказательную базу. Поэтому, хотите вы этого или не хотите, если вы это видите, ну, я призываю в первую очередь это фиксировать. Видеозапись, да, там фотографии, ну, видеозапись в данном случае, она намного более актуальна, потому что, естественно, она потом в любом случае будет принята судом в качестве, пускай даже косвенного доказательства, но это будет рассматриваться. Дальше, следующий момент, я тоже хотел поговорить вот об этой ситуации. Схематика работы правоохранительных органов. Мы постоянно находимся во взаимодействии практически со всеми подразделениями, да, вот нашего города, полиции, по именно вопросам жестокого обращения с животными. Чтобы вы просто понимали, погибает собака от жестокого обращения с животными. Не важно, что это отравление, там, падение с высоты, как там вот, ну, сейчас в пролетарском отделе находится материал щенка выбросили немецкой овчарки с пятого этажа, она разбилась. Вот. У сотрудников полиции нет возможности и нет структуры, которая провела бы вскрытие и дала бы обоснованное заключение о том, из-за чего, собственно говоря, собака погибла, что она погибла, да, и так далее. То есть у нас на территории, например, города, области, это одна единственная организация, которая, ну, подобные документы выдаёт, это Тверская межрайонная ветеринарная лаборатория. Но проблема в том, что они не делают вскрытие акта и заключения бесплатно. Вот. И каждый раз, вот сейчас такая немножко глупая ситуация получается, сотрудники правоохранительных органов обращаются к нам, мы фактически там получаем подсохранную расписку труп животного с обязательством предоставить акт вскрытия. Едем в межрайонную ветеринарную лабораторию, отдаём фактически труп собаке, оплачиваем это всё, да, там диапазон, там, в зависимости от двух с половиной до шести тысяч рублей, получаем на руки этот акт и потом уже представляем для, соответственно, подшития материала уголовного дела, там, материала проверки. То есть каких-то квот бесплатных для сотрудников полиции не существует. Других организаций нет. Допустим, наша горвет-лечебница не обладает правами и полномочиями по шлению вскрытия и установлению причин гибели животных. Вот вам затык, вот прям на ровном месте, да, собственно говоря. Плюс схематика собирания доказательной базы, да, там, опрос свидетелей, очевидцев. То есть, я вам так, честно скажу, ну, приукраса, то есть, если мы контролируем этот процесс, да, если мы находимся в постоянной связи с сотрудниками правоохранительных органов, подсказываем, там, что-то помогаем, то крайне высока вероятность, что этот материал дойдёт, будет реализован и дойдёт до суда. Если же эта ситуация прошла каким-то образом мимо взора зоозащитников, то крайне высока вероятность, что этот материал просто уйдёт в отказную и, собственно говоря, это ничем не закончится. И, конечно, не безразличие, то есть, если вы видите факт жестокого обращения с животными, то есть, ну, не проходите элементарно мимо, потому что, я говорю, это вот с этим связано очень многое, потому что, да, иногда к нам попадают в группу животные, да, там, не обязательно после жестокого обращения животных сбиты, которым просто уже физически невозможно помочь из-за того, что, ну, нет достаточной информации, люди вовремя там не позвонили, не сообщили, да, то есть, просто прошли мимо, поэтому... Просто некоторые люди могут побояться вмешаться вот в виде вот эту сцену, например, да, вообще жуткую, саму по себе. Насколько вот как, насколько адекватен вообще человек, который это делает в этот момент? Ну, знаете как, я вам так скажу, ситуации в жизни разные, да, и там в моей, например, практике был кот, который, ну, каким-то образом надоел хозяеву, они замотали ему передние и задние лапы скотчем и выкинули на помойку на Мигаловской набережной, да. Живого. Да, то есть у меня, ну, он, естественно... Я не знаю, что им движет, своего кота. Ну, сейчас он уже, слава богу, пристроен в Москве, это там четырехлетней давности история, но факт остается фактом, понимаете, то есть он же какой-то период времени на помойке пролежал, он же мяукал, он же орал, и я очень сильно сомневаюсь, все-таки помойка, да, вот, ну, там, мусорный контейнер, это такое, ну, я не скажу, что место массового пребывания людей, но люди туда с четкой периодичностью подходят, да, и вот хорошо прошла там небезразличная женщина, она там взяла этого кота, мы, соответственно, его пристроили, спасли. Но до этого, вот, сто процентов я уверен, что подходили люди, они видели и слышали эту ситуацию. Вопрос просто, как они отреагировали на все это. Ну, я понимаю, что иногда страшно, но как тогда? Ну, тогда мир рухнет, понимаете, ну, надо же взять в себя в руки, да, самообладание, даже если ты не хочешь вмешиваться в ситуацию, ну, хотя бы сними это на телефон, да, и, там, забеев Яндекс, Гугл, зоозащита, Тверь скинет зоозащитникам, это невеликая проблема. То же самое касается и владельцев несознательных собак, которые нарушают уже изначально нормы, выгуливают на детских площадках, это же не посторонние люди, соседи, это их соседи, то есть они это видят, не сообщают, да, не пишут жалобы, а впоследствии эта собака кусает ребенка. То есть это, ну, такая цепочка событий, которые можно было остановить еще задолго до трагедии, когда вот уже были первые нарушения. Да, люди не делают, не пишут, не обращаются. Понимаете, просто сейчас век высоких технологий, да, вот нам тоже очень часто задают вопрос. Вот, мне кажется, там, мои соседи там издеваются на собак, не выгуливают, не кормят и так далее. То есть спрашивают советы у нас. Да, собственно говоря, вот есть правоохранительный орган, есть полиция, да, сейчас можно нападать заявление в полицию, вообще не выходя из дома, зайти там на сайт ОМВД по Тверской области, да, и в разделе интернет-приемная запомнить своими контактными данными обращение, собственно говоря. Прикрепить эту же фотографию, которая там, если есть, доказательство, да. Да, или видеозапись, да, и отправить это все в правоохранительные органы. Ну, понимаете, иногда вот, ну, на зову защитников какая-то вот такая особая надежда. Но, вы понимаете, мы не можем с собой подменять работу правоохранительных органов, мы не можем реагировать на все вот эти вот случаи и факты. И поэтому, конечно же, в любом случае, ну, как бы в первую очередь в полицию, а там дальше, да, вот, ну, мы уже будем подключаться. Просто я говорю, вот сейчас, на данный момент, все равно мы действуем, по большому счету, как вот, ну, гражданские лица, да, вот сейчас новым законом предусмотрен Институт общественных инспекторов. Но это, опять же, одно из тех положений, которое пока вот забуксовало. Нет ни порядка, ни вступления, ни принятия, ни вот, ну, там, какие экзамены надо сдавать, какие там, ну, полномочия-то есть, да, прописаны базовые полномочия общественных инспекторов, которые будут. Мы-то готовы брать на себя это бремя, но пока законодатель нам не объяснил, как нам взять на себя это бремя, да, и выполнять вот эти вот контрольные функции. Я понимаю, что, конечно, ну, проще переложить это все на общественников, да, и, но нам этот рычаг, конечно, нужен, потому что, в любом случае, здесь будет хотя бы какой-то статус, да, и мы сможем, соответственно, ну, как-то обоснованно, да, подходить и делать замечания, там, допустим, за тот же самый неправильный выгул, да, например, если там собака без наморника, там, да, или еще что-то. А сейчас кто? Я просто гражданский человек, то есть мне скажут, ну... Сейчас уйдем на небольшую рекламу, не переключайтесь, мы продолжим наш разговор. Мораль тут не срабатывает. Осталось у нас совсем немного времени, и, как видите, наша дискуссия продолжается даже в минуты рекламы здесь, мы не можем успокоиться, вот как раз буквально у нас 4 минуты впереди. И, Николай, кратко вот говорили о том, что очень сложно порой, в общем, привлечь к ответственности, насколько я знаю, что история с хасками в багажнике до сих пор, она пока застопорилась, вот хотя бы кратко расскажите. Да, но Ольга Правенцева сказала, что законодатель, к сожалению, ввел вот термин умысла, который, в принципе, трудно доказуем. И ситуация по хаскам, да, к сожалению, до сих пор буксует, был отказной материал, потом эта ситуация повисла. Сейчас на данный момент подана жалоба в суд о бездействии сотрудников полиции, потому что непонятно, где материал и какая его дальнейшая судьба будет. В ближайшее время будет судебное заседание, и уже от этого мы будем отталкиваться в зависимости от того, какое решение будет принято. Но, опять же, вот поданная жалоба, к счастью, подтолкнула действия сотрудников полиции. Вот у меня, например, затребовали весь видеоархив по той ситуации, потому что мы специально почти 100 гигабайт видео, мы сохраняли весь период нахождения машины на парковке от момента того, как она туда встала, до момента, как приехала следственная оперативная группа. То есть вот первый раз, собственно, у меня затребовали вот эту видеозапись. То есть уже какой-то прогресс в этой ситуации есть. Но, опять же, ситуация с хасками, она показывает, да, что нет умысла, и вот все, и на этом как бы все закончилось. Да, тяжело эта статья очень работает, потому что она сложно доказуемая, много составных признаков, которые все должны быть в совокупности собраны для того, чтобы действительно было признано преступление по 245%. Если возвращаться к инициативе, то я говорю, законодательная сфера, да, вот именно санкции, да, за нарушение там правил содержания, за покусы собак, за жестокое обращение к животным, оно требует трансформации, в том числе в связи с тем, что был принят новый федеральный закон. Но это надо садиться и думать. Не надо выводить только покусы собак в отдельную какую-то статью или еще что-то. Но это бессмысленно. Просто я призываю вот от уровня какого-то популизма, да, все-таки более практическую плоскость переходить и уже думать реально над конкретными шагами, как нужно сделать, чтобы обезопасить и собак, и людей. Вот это самое главное. Ну вот, кстати, в завершение у нас не так остается много времени. Некая статистика, да. Значит, на самом деле статистика к смерти от нападения собак в России не слишком впечатляющая. Вот по данным Росстата, с 2000 по 2010 год по всей стране от этого погибло около 400 человек. Тот же гриб только в 2010 году унес жизни более 700 россиян. И если, допустим, говорить все-таки, сколько страдает животных, прежде всего собак, кошек, от человека, здесь уже большой вопрос, от кого надо защищать в первую очередь на самом деле. Ну и вот хотелось бы в завершении продвинуть такую мысль, которую очень многие стараются почему-то избегать, то, что жестокое обращение по отношению к животным в детстве, в подростковом образе, в возрасте человека, это очень часто путь к тому, что потом вся эта жестокость обернется уже против человека. То есть будут уже убийства не беззащитных кошек и собак, а человек, который этим занимался в детстве, это существует определенная статистика в отношении тех же серийных убийц и маньяков, что начиналось-то все именно с этого. Вот что скажете, Юрий? Да, верно. Есть требования общества определенные, как себя вести. Эти требования обширны, они любому человеку предъявляются. Часть людей совершенно спокойно к этому адаптируются, а другая часть людей начинает страдать от этого общества. Тогда они болеют частично, а третья часть людей начинает обществу мстить, и тогда общество от них страдает, и действительно они превращаются уже в преступников. И вот это начинается с того, что я сейчас вымещу злобу на чем-то, что мне не может сопротивляться на беззащитном. И, конечно, если у него такой опыт в детстве есть, и он прошел безнаказанно, да еще понравился, он, естественно, будет дальше укрепляться, и это будет уже тогда один из вариантов решения проблем человека. Он так их и будет дальше решать. Тогда да, он попадет в криминальный мир. В общем, это все к тому, что надо очень внимательно относиться к таким эпизодам, и быть более ответственной жизни за жизнь не только свою, но и за окружающих, в том числе и братьев наших меньших. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Я благодарю вас за участие. Мы обязательно увидимся еще, вернемся к этой теме. Ну а мы прощаемся и увидимся в самое ближайшее время. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова